Прошу вас присаживаться. Мы готовы начать местную конференцию, посвященную 16-му Международному Зимнему Фестивалю в площади Спорт. Добрый день! Мы рады, что вы до нас заехали в такую комнату. Так, мы начинаем. Мы рады приветствовать всех пришедших на пресс-конференцию, посвященную 16-му Международному Зимнему Фестивалю в площади Спорт. Залом проведения пресс-конференции любезно предоставлены нашим постоянным партнером фестиваля «Фильмонка от Эль-Грома». В сегодняшней фест-конференции участвует художник-руководитель филатона, художник-руководитель фестиваля «Площадь искусств» Юрий Михайлович Тимирканов. Директор Государственного музея-памятника Исаакиевский собор Николай Витальевич Куров. Заместитель директора Государственного русского музея Анна Юрьевна Цветкова. Заместитель художник-руководителя филармонии Евгений Дмитриевич Петровский. Президент группы компании «Летспецтрои» Дмитрий Олегович Острадов. Управляющая Бельмон-Транс-Отель Европа Юлия Викторовна Пашковская. Первое слово предоставляет художник-руководитель фестиваля «Площадь искусств» Юрию Петровичу Тимирканову. Президент группы компании «Площадь искусств» Юрия Витальевич Куров. Президент группы компании «Площадь искусств» Юрия Витальевич Куров. «Площадь искусств» Юрия Курова Юлия Витальевич Куров. Одного субстатического учебника «Площадь искусств» Юрия Витальевич Курас, Спасибо. И подробнее о программе мероприятий фестиваля расскажет заместитель художественного руководителя фестиваля «Колармония» Евгений Дмитриевич Петровский. Добрый день. Здравствуйте. Надеюсь, меня слышно. Я постараюсь, что не слишком много отличий к вашему вниманию рассказывать про фестиваль. У нас есть какие-то самые важные моменты. Нынешний фестиваль «Колармония» походит под знакам трех позиторских юбилей. Это 175-летие фестиваля Евгений Дмитриевича Чайковского, 150-летие Легиана Сепидиуса и 100-летие Евгений Дмитриевича Селинова. Безусловно, творчеству фестиваля Ильича Чайковского посвящено главный акцент, больше внимания. Добрый день. Составляя программу фестиваля, я хочу узнать о длителье, показать творчество Петра Ильича во всех жанрах, в которых главный композитор, это его симфоническое творчество, это его оперное творчество, балетное, фортепианное, камерно-локальное и духовные сочинения. И во всех этих жанрах, музыка, во всех этих жанрах, были представлены на нашем фестивале. Безусловно, концерты открытия и закрытия в этих концертах возбуждены по музыке Петра Ильича. В концерте открытия возбужден второй фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского. В авторской оригинальной редакции это сочинение будет исполнено заслуженным коллективом России Академическим сухоническим оркестром, где был искусственным университетом мастера Ильича Чайковского. Собиралась будет известнейшая китайская механистка Гюджа Ван. Хочу сказать, что она уже принимала участие в родном сфестивалей «Площадь искусств». Это было в 2008 году, и тогда Кюджа приезжала к нам на фестиваль и выступала как новое имя на фестивале. Сейчас она возвращается, наш праздник уже в качестве всемиропризнанной артистки, выступающей с крупнейшими дирижерами, с крупнейшими мастерами лучших залах мира. И должен еще отметить, что именно Николай Чтимирканов предложил, приглашаю принять честь в этом фестивале, предложил и выучить второй концерт Чайковского, который до этого времени она не играл, поэтому в этом случае специально для нашего фестиваля или же этот же концерт получил. Ну и сразу же скажу о концерте закрытия. В нем тоже будет звучать музыка Китая Чайковского. Это концертное исполнение его «Нактон» и «Опера Виоланда», в которой примут участие солисты из трех стран. Из Франции, из Чехии, из России. Это Сафрана, Риана Музинян, Павел Чернов, Теанал Чешский. И это замечательные солисты Муринцев и Большого, театров Микрил Казаков, Алексей Марков, Владислав Сулимский и другие. Конечно же, работа и составляемая программой, которая посвящена Федору Ильичу Чайковскому, мы не могли бы подсердить внимание, тут знаменательный исторический факт, что Федор Ильич неоднократно выступал в зале Горанцевого собрания, имени Большого зала «Двой ноги», выступал в качестве дирижера и несколько премьеров его сочетений состоялись в нашем зале. И, конечно, самая знаменитая премьера, это премьера авторского исполнения Шестой Юлиищефортической симфонии, которая произошла в нашем зале 16-го расстояда, 1793-го года, из-за нескольких педагогентов, кончины великого композитора. В нашем фестивале Шестая симфония присуществует, готовый концерт 19-го декабря, дирижерский культурный послуженный коллектив России, который артист России Николай Алексеев. Конечно же, говоря о Чайковском, его значение в нашей жизни, в 2015-м году, нельзя не сказать о международном конкурсе Чайковского, который, как вы все знаете, прошел в Москве и Петербурге летом этого года. В программе нашей фестивале очистит целый ряд замечательных вырядов этого конкурса, вырядов разных лет. Это уже маститые музыканты, признанные звезды такие, как Борис Березоцкий, Донна Хуу, в текущей с сольными концертами, Березоцкий в 15-м декабря в большом зале, Донна Хуу, в малом зале, в 21-м декабря, в текущей садировки концерта с академическим и техническим оркестром в Террорусском в Лармонии. Это замечательные органисты, гуляты группы Сочайковского, солист Большого театра Митерна Засопов, который принимает участие в исполнении Геоланды, и Олеся Петрова, наша землячка, она выступит в балл за Лармонии 23 декабря. Ну и, конечно же, все молодые гуляты, гуляты этого года, и здесь получится сказать о многоселивившемся и о учреждении Андрея Иоаннице, и выступит в заслуженном коллективе в России управлением Михаила Алексеева 16 декабря, о Иоаннице. И хотелось бы отдельно сказать, что, по сути дела, в луфлядном конкурсе Чайковского он стал в нашем зале, с нашим отъездом, потому что именно в Большом зале в Борусском заслуженном коллективе России, в этом роде Николая Алексеева. Он играл на третьем туре конкурса и стал, как я имею в виду, библиотом по окончании конкурса, стал библиотом первых ремей. На нашем фестивале в исполнении на Био-Иоаннице прозвучит сочинение Чайковского вариаций на тему нового пола. Вторым композиторским именем, о котором необходимо упомянуть, является Ян Сибелиус. Его музыка представлена с двумя его сифониями, первый и второй. Вторая сифония посвящена Гаганского концерта от третьего в направлении Вася Тартикарханова с службой коллективом России в Теребовской флормонии 12 декабря. Первая будет исполнена даже с другим замечательным Теребовским коллективом, академическим и стихоническим оркестром. 22 декабря с деревянным пультом будет художественный обладательный дирижер Теребовского оркестра Александр Дмитриев. Ну и, конечно, знаменитейшее сочинение Сибелиуса, его декабряный стихотический концерт, он прозвучит в исполнении в ряда еще одного именного конкурса, в ряда в ряда в ряда темы нашего фестиваля конкурса Иоанна Сибелиуса. В ряда этого конкурса 2005 года Иоанна Покорсткина, скрипачка, представляющая Германию, родным городом является наш Санкт-Петербург, Ленинград. В ее возвращении Орду и Землю она выступит с искусственным летием России, исполнит первый, прошу прощения, скрипичный концерт Сибелиуса. И, кстати говоря, когда она занимала первую премию на конкурсе Сибелиуса, она также была отвечена специальным призом за исполнение этого концерта. Ну и третьим импозиторским именем, третьим освещением нашего фестиваля является имя Георгия Васильевского Сибелида. Его сочинение звучат несколько концертов. Это концерт 14 декабря, замечательный, уже традиционный концерт фестиваля под сходами великолепного архитектуры рухаметника Жемчужины архитектуры храма Спаса на Крани. Здесь выступят уже на раскладывающейся традиции камерного Госбольного Собора и исполнят замечательные коллективы. Возвучат сочинения как я и сказал Йоргия Васильевича Свидова фрагменты милистопедии молитвы и фрагменты литургии Святого Ана Святоуста Джейболстова. Следующий концерт где возучат воскреселивы 19 декабря это знаменитый симфонический маленький коллектив. Тогда создал Юрий Васильевич в его жанре чистосимфонический музык «Жарганс и Бога и чужин». Ну и конечно же в завершении какого-то звита и выжимал полностью музыкальный вокальный вечер который состоится 23 декабря в том зале в котором сам Свидет многократно поступал в качестве пианиста аккомпанируя в своих сочинениях боющимся российским лицам. В этом зале звучат два вокальных цикла цикла «Славоклова» и «Веселла» Роберта Дембеса по уровню Олеси Петровой угрята конкуса Чайковского я уже об этом сказал и заслуженного артиста России Баса Петра Гугунова который является кстати говоря тоже угрят временного конкурса именно конкурса молодых вокалистов и пенесов именно этот концерт как я уже сказал состоится 23 декабря в малом зале Варуми необходимо еще в завершении рассказа о программе фестиваля специалисту о таком отличающемся от других более афинических концертах по программе концерта легендарные вокальные рубки в Северной Британии «Свинкл Сингерс» концерт состоится в Большом Зале в Варуми 18 декабря Впервые у нас «Свинкл Сингерс» выступят с актимическим сференческим концертом в Большом Зале и у нас специально для программы этого фестиваля по нашей просьбе «Свинкл Сингерс» готовят обработку вокальными вокальными которые будут использованы в виде сочинений Петра Ильича Чехова и в целом этот такой отличающийся в конце будет приурочен к скорому рождеству и конечно же должен сказать о том что в виду приурочена к фестивалю клическорской искусств выставка которую сейчас он завершен в двух фойер Большого Зала Варуми по Инчайковской фойер Шостаковича это выставка уникальных материалов из фондов библиотеки Терпорской Варуми Хочу сказать что в этой выставке по окончании пресс-профессии вас предлагаю посетить в плане Большого Зала на ней развернуты пунктные материалы из архива библиотеки Бомоги в частности были на гамке той самой легендарной премьеры 6-й 6-й симфонии Чайбовского 1993 года премьеры еще ряда авторских премьер еще ряда сочинений 25-й симфонии российской премьеры первого 25-го концерта афиши отражающие исполнение Чайбовского Большого Зала Платонии и небольшая листа посвященная обществу Яна Сибирь Большого Зала Яна Сибирь Яна Сибирь Яна Сибирь Яна Сибирь и приглашаю на все концерты с премьеры Спасибо Благодарим Евгения Дмитриевича Сейчас слово предоставляется директор Государственного музея памятника Исаакиевский собор Николаю Виталиевичу Куром Добрый день Господа Я сижу отец с новым под Юрием Готовичем и уже на период потому что обычно всегда не устраивался как артист Алло по левому а здесь по правой вот так замечательное явление фестиваля очень искусственное Это абсолютно петербургское явление абсолютно российское абсолютно европейское и абсолютно мировое и очень по сути своей молодое в 16-й раз только проводится фестиваль но он полностью находится опять ногами в миленеум возле миленеума уже в 21-м веке это явление музыкальной культуры 21-го века и поэтому мне очень нравится то что все время что-то происходит с репертуаром со списком участников этого фестиваля честно признаю посадки шагов от площади искусства но это не мешало включить эту площадку действительно безумно красиво безумно особенно всего-то на 200 мест по-восторону но она включилась и она легла очень органично и я счастлив что приглашения возобновляются и мы стали непредименными участниками площади искусства вообще когда что и вырождается в районе большого зала фонармонии потом быстро достигает малого зала фонармонии потом становится состоянием возбежащих учреждений и культуры это всегда гарантия очень высокой плавки которая задается этим замечательным вечерам к сожалению все очень быстро проходит только начали а уже заключительные концерты когда-то я мечтал проникнуть в тело большого зала фонармонии так чтобы присутствовать там каждый день мне это удалось Юрий Котович разрешил и я нахаде записал дорогие друзья просим выключить мобильный телефон и все заработал правда ставить выключать потому что я увидел тогда как учился Юрий Котович на открытии сезона когда совершенно влюбленная в него слушательница сидя в первом ряду зала сезон открывался Чайковским надрывно пыталась что-то сделать со своим телефоном который играл перпендик сезон 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 смогут начать управлять великим оркестом, даже и филармой. Я надеюсь, что в этом не обманем ожидания. Мы, это наш хор, я специально избегаю сейчас имени камерных хор с моим высотой, потому что нам нужно искать новое имя потихонечку, потому что последний концерт 26 декабря произойдет, на старый площадь не уйдет, а тут идут покрытие и придет на новое участие. Вот еще и скидя, я уверен, мы включимся уже новой площадкой в этот замечательный фестиваль и будем соответствовать. Вот этот хор отмечает свое 25-летие, что важно. Мне кажется, что его художественного руководителя, главный дирижер Владимир Янчурия Вильцов, вошел в углу творческой зрелости, которая позволяет делать вещи очень, очень большие ответственные в художественном плане. Мне очень нравится, что заявлены три великих юбилея, трех великих русских, российских, скажем так, там, сибирусов, все же российские, в общем-то, по большому счету. Это без всякого истремизма, просто надо отдавать должное и историческую память. Так вот, два из этих столпов, Чайковский и Свиридов, присутствуют как раз в афишах концерты, которые заявлены на 14 декабря. И очень ценим, что мы в заявке даем второй концерт этого фестиваля. Меня очень согревает то, что Вильцов, еще будучи совершенно молодым хором-дирижером, познакомился со Свиридовым, и ему посчастливилось получать замечания Свиридова из первых, а не переданы по испорченному телефону. И он это очень ценит. И мне кажется, это позволяет надеяться на то, что наш скромный вклад в физки-вобращих искусств будет оценен и служителями по достойности Бога и даст нам возможность в следующем году претендовать на участие в 17-м фестивале, который в этом году будет в новой ситуации. При любых обстоятельствах, как в 17-м фестивале, мы хотели бы быть не принятыми участниками этого великого музыкального события. Спасибо. Спасибо. Следующее слово предоставляет заместителю директора русского музея Анне Юрьевне Цветковой. Добрый день, дамы и господа. Большое спасибо, что мы держим уже долгое время. Русский музей не только является партнером замечательного фестиваля, который вы организуете и проводите, фестиваля «Большая искусств», но и наш музей лучше надеяться, верить, связывает очень тесно и долгой дружбой. И в этом году мы тоже, как партнером фестиваля, мне кажется, большая честь представляем несколько выставок. Моя самая большая, хотела сказать несколько слов, открываем 17 декабря в рамках этого замечательного фестиваля, это только первое время и окружение. Будет замечательный выставок, где представляют 15-ти работы, только из коллекции русского музея, вы сможете присоединить зарождение портретного жанра, сравнить произведения великих мастеров, таких как Раак, Танава и отечественных портретистов того времени, Андрея Матвеева и Марина Китина. Является эта выставка еще таким своеобразным открытием, потому что очень многие работы, они были аккредитированы специально к этой выставке и впервые представлены зрителям в новом виде. Много работ было представлено, поэтому очень надеемся, что эта выставка заняла достойное место среди тех событий, которые пройдут в рамках фестиваля. Нам бы хотелось в конце сделать вам такой небольшой подарок фестивалю лично вам, это маленькая модель Петра, дедушки российского флота, и очень надеемся, что будет принесет вам счастье. Спасибо. Спасибо. Мы благодарны за поддержку, которую регулярно оказывают фестивалю наши постоянные партнеры. Белзон Фон, Фон Тимченко и Первый канал. И с радостью приветствую появление нового генерального спонсора фестиваля компания «Ленспецтрук». И слово предоставляется президенту группы компании «Ленспецтрук» Академию российского рождения и естественных наук Дмитрию Олеговичу Астахеву. Спасибо. Спасибо. Ну, уважаемые коллеги, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Я вот, конечно, готовлю вещи. Он сейчас его брал в карман. Мне показалось, что надо быть в другом. 35 лет, плюс-минус год, я, слящий полно-105, я в форсе ВИСИ, начал освещаться мастерством тогда еще главного дивизора «Ленспецтрук» юридирующего «Симирканера», в отчестве которого, тогда я выглядели с глуп, потому что он не был написан на афире, а убрать буквально вас надо. Того периода премьеры, которые мы с «Симирканером» ставили, где они, пиквые дары, на мой взгляд, просто думал, ищу сильнее, и в современном счастливе ставится. Но сделали так, что оторваться методом дивизора в «Ленспецтрук» в «Антерской театре» я, собственно, и динам. Но пока студентов не было, я не был ума 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 ума, а студент это был экричник, изменение было большое, и денег на «Киминг» в «Театр фронтаву». 11-я ложа, или даже в «Царской» ложе, 34-е место. Всегда была манерой. И самая попытка, это признание сейчас в Маестров происходит. Он этого знает, но на этом он будет тоже интересно. Простой лейканер. Глава студент, аспиратору, что делает, когда появил её луру? Он её боится пригласить, и первое свидание происходит. На опере «Силы судьбы» второй проект, который будет заниматься тем, что спустя 35-30 лет уже профессор, доктор наук и психический интеллигенции смог, случайно познакомившись на день рождения, где в районе ушедших нас приносили на простовые, привезли уже к какому-то сотрудничеству не только, преклонению зрителя, который ходит на многие концерты, доставить бюлеты, но и помочь чем-то конкретным, вроде Великого Оркеста, вот это я считаю на решение. Компания наша помогает не потому, что мы там всегда собираем. Я играю с четвертого поколения, а наша компания – это простая, среднестроительная компания. Масса работа люди, которые учатся в русском и советском искусстве. И силой этого искусства является в свой шторминге «Силы судьбы» и «Силы судьбы». К счастью, что принесет, к сожалению, что Ленинград и город, и сам все руки, вообще-то говоря, и загадят. Не могут бить, но нет на сегодняшний шторминг. Страшно подумать, что будет в течение 20-30 лет. Понятно, что у которых будут заботы встать, а кто же будет помогать. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь сама в себе идея русского российского патриота – это служение русскому искусству, российскому, но и лучшему европейскому. И сам, главное, это не отможено. Не идти на полотно с уменой водой и не ставить объединенные постановки. Вот в этом я подслушал, однако, мысли векаточку о том поводу, что нужно идти классическим путем и делать то, что надо, а не идти на полотно с уменой водой. Вот в моем понимании нашей администрации именно те организации культуры, те дети культуры, которые стоят на позиции, как я сейчас сказал, должны поддерживаться всем обществом. Но если у нас деньги есть, значит, я заставлю их. Ну, а на сегодняшний момент я хочу еще раз несколько поклониться Екатеричу и сказать спасибо большое, что разрешил чуть-чуть помочь. Спасибо. Спасибо. Мы благодарим традиционному монолитному партнеру фестиваля «Площадь и спорт» «Бельмон Гранд Отель Европа». Слово предоставляется управляющей отеле Юлии Викторовне Пашковской. Спасибо большое. Бельмон Гранд Отель Европа очень бережно, очень свято чтит свои традиции, традиции старые и традиции, которые зародились в наше время. Для нас большая честь быть партнером фестиваля на протяжении уже 16 лет. Мы добрые друзья, мы добрые соседи, мы очень хорошие партнеры. Даже наши здания, они зеркально похожи друг на друга, потому что были построены по проекту одного и того же архитектора Росси. Мы являемся частью фестиваля «Площадь искусств» как памятник архитектуры, как памятник культуры, как дом, который дает кровь участникам фестиваля. Это очень приятно, для нас это большая честь. Спасибо большое, которая ждет возможность. Это был для нас особенный. В этом году мы отметили свое 140-летие. Это возраст значительный, но тем не менее мы хотим оставаться молодыми, современными, динамичными, привлекательными. В этом году мы открыли, мы подарили городу шесть замечательных люксов, которые были сделаны в стиле русского авангарда 20-х годов. Мы подарили городу замечательный ресторан «Азия». Мы живем, мы развиваемся. Несмотря на свой возраст, мы молодеем. Приходите к нам в гости. Всегда рады. Двери города, двери Европы всегда открыты для наших гостей. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется управляющему директору диле экстракта «Аксады Батака», официальному дилеру «Аксады» Денису Алексеевичу Иванову. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно, для нас большая честь здесь находиться и быть приобщенным к такому знаменательному событию. Мы уже третий год, являемся, надеюсь, друзьями, партнерами в гармонии. С большим удовольствием всегда всем рассказываю, что Юрий Михайлович остановил свой выбор на одном из наших автомобилей. Правда, я вас. И, конечно, мы ни разу не можем с тобой выбрать. И этот автомобиль всегда представляет ему токуры, комфорта и спокойствия, которые требуются для того, чтобы раскатывать три или иного между выступлением. Также хочу сказать, что мы с удовольствием и большой радостью и честь для нас представляем для гостей фестиваля в нескольком мире, которые, опять же, надеюсь, несмотря на какие-то же погоды, будут с комфортом, чистоте и фокусе доставлять на концерты гостей, дежурок, сталистов, для того, чтобы здесь мы полностью сконцентрировались на выступлении. И показать все то, что они умеют, так и расставить нам удовольствие. Очень приятно, будем участвовать в этом. Еще раз большое спасибо. Надеюсь, что вы спросите. Вы были в ней все. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну и в настоящий момент можем перейти к вопросам. Если у кого-то возникли, пожалуйста, просим. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Трогая Лена, аргумент и факты. Юрий Хадович, насколько я поняла, то, что будет открываться фестиваль старых концертов Григорьевского, то, что будет открываться фестиваль старых концертов Григорьевского, это было ваше дело. Почему вам бы хотелось, чтобы сейчас вы задержали? Потому что я думаю, что первый концертов Григорьевского, это было ваше дело. И очень, как мне было, несправедливо забыть второй концерт, замечательный концерт. И очень мало кто знает о григорьевском, по-моему, мы справедливо сейчас не сыграть в такой концерт. По-моему, столько лет, потому что галкость перед нами играет чаще. Кстати сказать, я первый раз в жизни не имею в виду, а я так достаю. Ничего себе. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Владимир Пешков, портал Гречеса Антон-Петербурга. У меня в продолжение поднятые темы патриотизма вопрос, может быть, риторические, но тем не менее. Совсем недавно я был на открытии сезона в Корнеги Холл и на вечеринке дружеской. У меня возник спор, в ходе которого я чуть не подрался с представителями пресс-службы Корнеги Холла, когда речь зашла о том, что касается репертуарной политики концертных залов. И мне очень чванливо один человек говорил, вот мы можем возводить себе звезды мировой вечеринке, приглашать постоянно и сколько угодно. И приводит пример. У вас в Петербурге, допустим, может Кисин выступать один раз в два-три года, а у нас три-четыре раза в год. И все мои попытки убедить их в том, что дело не в количестве звезд на единицу населения, а в чем-то другом. Тем не менее, какой ответ могли бы мы дать зажавшимся буржуям в связи с такой постановкой вопроса? Я думаю, что мы отвечаем все равно, как и другому тем, что... У нас шпана негодяне высыпает, а мы вместе с детьми, музыкантами, когда не холла высыпается, все только в петзалах. Вот этим мы отвечаем все равно, как и другому. Замечательный зал, да. Замечательный. Ведь я в нашей жизни всех, в мире европейских, европейских музыкантов, мы открывали, как для них новых стадий, в годы, в два-три года. Мы очень хорошие, но у нас не хватает иногда денег, чтобы пригласить таких больших музыкант много раз в год. Так просто все. И жалко, что мне придется, приходится так отвечать. Судан, следующий вопрос? Да-да-да, я поставлю, что стоимость дегетарной, когда дегетарной у нас значительная разница. Дело в том, что мы не можем поместить концерты, церкви на дегетарной, потому что контингент людей, которые посещают филармонию, это люди не богатые, а интеллигентные. А в Кривоте-Холле, я думаю, часто ходят по казацкому дегетарной, больше всего ничего, чем по сути. Спасибо. Спасибо. Совсем струнливое, я только слышал в разговорах истории, что люди приходят, перед началом показываются, это необходимо для статуса, а потом просто уходят и не присутствуют на концерте. Это действительно так? Это я не знаю. Пожалуйста. Лера Степановского, Меркуз. Вы являетесь выношившимся исполнителем симфонии Сибириуса, несмотря на то, что Вы режеруете музыку этого композитора не так часто, как Череповского. Не могли бы Вы рассказать о своих взаимоотношениях с музыкой Сибириуса, что является главным для Вас в музыке и в принципе от нас? Это трудно говорить, или надо много очень говорить, или Сибириус комфорта. Если Сибириус комфорта, то я просто очень люблю. Спасибо. Будут еще вопросы? Да, пожалуйста. Парамоново Ирина, мой район. По сравнению с программой прошлого года, где было очень много экспериментов, куклы, музыка, самого разного свойства. Да, в этом году впечатление весьма консервативная программа. Это было сделано намеренно? В этом году? В этом году, да. В мульте? Да, просто мы не хотели отметить любви этих шутеров композиторов. Пройти мимо любви, таких и таких музыкантов нельзя. Поэтому более консервативно. Но в принципе, мы всегда хотим первым представить молодых, которые на Западе уже очень известны, а у нас еще не знают. Это мы делали частно. А в этом году, вот, желание, все-таки, на Богу, все мои друзья, и сделаем программу более серьезных и бесконечных. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Есть вопросы? У меня вопросы. Татьяна, уже в журнале. Последний вопрос. Так, Кратика Елена, Дербургская жизнь. Скажите, пожалуйста, а был ли случай отказа? Был ли случай отказа в приезде на фестиваль? То есть люди, которых вы хотели пригласить, собирались, а потом отказали? Я не помню этого случая. Вообще, я бы должен сказать, что нам уже в себя запросить, потому что, во-первых, Питер был. Во-вторых, потому что этот зал заняты на весь мир. И все-таки сыграть с нашими армией, которые знают во всем мире для многих, и для многих мошенничеств. Короче, гордимся этим. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.